Приветик всем! И правда вы сами где сейчас живете. Я проживаю в Польше, Саша проживает в Украине. Мы когда-то думали, что Польша это наверное какое-то временное, то есть наше место проживания, что это старт, что мы поедем в Европу дальше, прожив там год. Я не хочу сюда переезжать, мне очень нравится это место. Польша сейчас очень активно развивается. Есть все, что нужно для жизни. Все так плохо, что эта тема стала актуальной. Хотелось бы работать дома. Жаль, что так получается. На самом деле не все так плохо. Можно работать и дома, но есть люди, которым дома тесно, скучно. Хочется зарабатывать больше, хочется изменить окружение, хочется стать профессионалом в какой-то сфере, возможно, которая не развита дома, понимаете. Поэтому эта тема была актуальной всегда. Просто раньше об этом, может, меньше говорили, но все равно были люди, которые это делали и хотели работать и жить за границей. Право каждого человека. Вы знаете, я приведу вам такой пример тоже из личного опыта о том, что вот если вы едете поработать за границей, это ведь просто такой еще один плюсик в ваше резюме. У нас есть один такой знакомый, который приезжал поработать просто на три месяца в Польшу, в Варшаву. Он поработал, ну ему понравилось, но он не захотел оставаться. Да, сказал, все-таки я хочу домой, как бы это для меня такой определенный опыт и все-таки. И после этого, когда он вернулся в свой город, там открылась новая компания, куда он подал свое резюме. И в своем резюме он указал, что у него вот есть три месяца опыта работы вот в Варшаве, там он выполнял такие функции, работал так, так и так. И после этого просто безоговорочно его приняли. То есть потому что, когда посмотрели, да, что человек, вот он работал за границей, да, то есть как бы это такой плюс. Поэтому можно рассматривать возможность поработать за границей просто как повышение вашей квалификации, да, то есть как, скажем так, карьерная лестница. Да, для лучшего карьерного роста потом у вас в стране или в городе. Такое иногда бывает. Но, опять же, все зависит от сферы, зависит от ваших планов на будущее, от ваших желаний. Потому что, к сожалению, не у многих в городе или в стране есть то место, та компания, в которой они хотели бы работать. Да, допустим, многие хотели бы работать там в компании Google, но у них, к сожалению, не везде есть офисы, а если есть офисы, то это офисы продаж, скорее всего, продажа рекламы. Вот, поэтому многие едут в Америку и там устраиваются или устраиваются удаленно, то есть касается программистов, которые могут сотрудничать с этой компанией. То есть все зависит от того, где вы хотите работать и кем вы являетесь. Поэтому, оценивая эти все факторы, можно определиться, нужно вам уезжать или нет. Если вы получаете хорошую зарплату на родине, дома, то, в принципе, можно оставаться, если вас все устраивает. Но есть люди, которых не устраивает, есть молодежь, есть ребята, которых по 20-25 лет, они хотят учиться, они хотят учить язык, они хотят развиваться. И если они куда-то едут, это не означает, что они едут навсегда, хотя иногда и так случается. Так, президент Зеленский хочет, чтобы в Украину все приезжали жить. Второе гражданство принимает. Не знаю, кто принимает. А вы, наоборот, вектор консультаций по выезду с Украины. Парадокс. На самом деле, не только консультации, но и всю сопутствующую помощь. И социальную адаптацию, и трудоустройство, и как получить военжение, и гражданство. То есть все вопросы к Алене, она эксперт, и во всем вам поможет. То, что хочет президент, это, конечно, безусловно, хорошо, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, в частности, и президент. Потому что он может хотеть, это, безусловно, правильно, инвестиции, это правильно. Насчет продажи земли ничего не скажу, не знаю, насколько это правильно. Есть плюсы и минусы. Вот, то есть есть моменты, которые правильные, но успеет ли он их внедрить за 5 лет, а за 10 лет, а за 20? Жизнь-то, она здесь и сейчас. Она идет сейчас, и то, что они хотят, это, безусловно, хорошо, но нужно смотреть на реальность. Каждую минуту с Украины выезжает около двух человек в среднем. И уже достаточно давно. Уже в Украине осталось около 37 миллионов, хотя говорили по самым плохим прогнозам в прошлом году, что в Украине останется 36 миллионов в 2050 году. Сейчас не 2050, а 2020. И я думаю, что еще полгода нужно, чтобы еще один миллион уехал. Вот, такая тенденция есть. Люди уезжают не потому, что они не любят свою страну и не хотят здесь работать, потому что они хотят, чтобы ценили их труд, и они имеют возможность выехать, и они это делают. Потому что средняя зарплата, давайте будем в среднюю цифру, реально, средняя зарплата по Киеву, я думаю, что это 400-500 долларов где-то в среднем. Средняя зарплата в Польше, ну, я знаю, что минимальная 800, правильно, Алена? А средняя по Польше какая? Ну, средняя это, наверное, 1000-1200. Ну вот, то есть в соседней же Польше средняя зарплата такая же, как и, можно сказать, максимальная. Ну, не у всех, но в основной массе. То есть в той же соседней Польше уровень зарплаты намного выше. Да, там нужно работать, безусловно, работать нужно везде. И те люди, которые могут работать, у которых есть какие-то глобальные цели, которые думают не только о своем будущем, но и о будущем своих детей, чтобы они жили в безопасной, экономически развивающейся стране. Это не означает, что если человек поехал работать в Польше, он будет там всю жизнь жить. Он может переехать в будущем в Германию, в Туже, или в Америку, или еще куда-то. То есть это не привязка, просто это место пребывания. Если ему нравится, он может остаться. Я могу сказать, например, со своего опыта, перед тем, как переехать, я в первую очередь рассматриваю те страны, где ценовая политика будет доступна, где цены на продукты, цены на проезд. То есть это будет ближе, скажем так, к российским ценам, для того, чтобы вот этот скачок, он не сразу был так ощутим. Потому что если приехать во Францию, где метро, сколько он стоит, евро или два, я уже не помню, сколько. Достаточно дорогое. Ну, достаточно дорогое. Это будет вообще сложно адаптироваться к таким ценам, даже если у вас большая заработная плата. А тем более, если вы там не сразу приступите к работе, или если вы едете на учебу, то все равно расходы на проезд, на питание. Поэтому в первую очередь нужно смотреть вообще на цены, какие в стране. То есть есть страны очень дорогие, допустим, такие как Дубай, как Америка, как Нью-Йорк. В этих городах достаточно высокая заработная плата, но и высокие расходы. Вы должны понимать, что если вы туда поедете искать работу, или же вы уже туда приехали, то у вас могут быть высокие расходы на жилье, на жизнь, в принципе. И вы должны быть к этому готовы. Есть страны, в которых стоимость аренды жилья и расходы значительно ниже, но они являются экономически развиты. Допустим, Польша, да? Хотя она не всегда была такой. Допустим, чтобы снять вам квартиру в однокомнатную студию в Дубае, вам нужно полторы-две тысячи долларов в месяц. Для того, чтобы снять ее в Польшу, я думаю, 500 евро или 500 долларов будет достаточно. Это очень разные цифры, конечно же. При том, что в Дубае сначала вы не сможете зарабатывать больше тысячи долларов, если вы не являетесь суперспециалистом. А в Европе, я думаю, сможете, но там расходы меньше. И потом вы сможете двигаться дальше, обратившись к нам, допустим, проехать в Соединенные Штаты Америки или любую другую страну, которая вам нравится. Потому что со временем порой наши желания меняются, и мы хотим попробовать что-то другое. Что-то нам западает на душу, и почему нет? Всегда нужно доверять своим желаниям. Ну да, еще страна, знаешь, она должна нравиться, она должна вот прям вдохновлять. Человек должен чувствовать себя в ней прям комфортно. Да, то есть, как я вот даже в самом видео рассказываю, что нужно приехать вначале в страну, вот просто приехать, пообщаться с местными жителями, посмотреть вообще, как она обстановка изнутри. Если нравится, то брать и переезжать. Да. Если у вас будут вопросы в будущем, если вам интересна тема эмиграции, переезда, работы за границей, подписывайтесь на каналы социальной сети Алены, которые в описании вот здесь под видео. Пишите, что вы пришли с моего канала, напишите, как вам ее видео. Она достаточно недавно начала вести свои каналы, да, все вроде бы получается, достаточно интересно для девушки, которая практически сама все делает, и главное, ей это нравится.